В кухонных шкафчиках у каждой хозяйки есть специи. Это растительные вещества, придающие пище особый вкус и приятный аромат. Их добавляют в готовые блюда и используют при приготовлении соусов и маринадов. Не все знают, что специи содержат полезные ингредиенты, в некоторых случаях их используют при лечении болезней, а также для повышения общего тонуса и оздоровления. Применять их можно по-разному, не только в еду, но и в напитки. Приготавливать специальные смеси и настои, а некоторые можно просто жевать, как, например, гвоздику. Особенность пряности гвоздика. Не подумайте, что жевать придется красные или белые лепестки цветка, которые носят такое же название. Пряность гвоздика – это специально обработанные почки растущего в стране с тропическим климатом кустарника. Известна она с древних времен. Применялась в Египте, Индии и Китае. Своё путешествие по миру начала из Индии. Уже тысячелетия назад в Китае использовали гвоздику для освежения дыхания, а в Индии ценили за лечебные свойства. Состав этих маленьких высушенных почек, напоминающих гвоздики, удивляет обилием полезных компонентов. Витамины группы В, витамины А, С, Е, К. Минералы – калий и натрий, железо и цинк, медь и магний. Эфирные масла и пищевые волокна. Слизи и дубильные вещества. Эфгенол, душистый фенол, гликозиды. Обилие биоактивных веществ делает полезными почки гвоздичного дерева, употребляемые даже в небольшом количестве. Врачи рекомендуют не более пяти бутончиков в день. Полезные свойства. Использование даже такого минимального количества приправы способно оказать разностороннее положительное влияние на организм человека. Эффект распространяется практически на все органы и системы. Гвоздика обладает противомикробным, противовирусным и противогрибковым действием. Способствует выведению паразитов из кишечника. Уменьшает спазмы и болевые ощущения. Помогает нейтрализовать токсины. Участвует в очищении организма. Стимулирует выведение шлаков. Благоприятно влияет на нервную систему и психику. Приводит к повышению активности пищеварения. Регулирует аппетит. Нормализует синтез клеток крови. Способствует омоложению. Укрепляет иммунитет. Для специи свойственно противовоспалительное действие. Она участвует в синтезе половых гормонов. Помогает в восстановлении и поддержании мужской силы. И создании благоприятных условий для зачатия. Она избавляет от мышечных спазмов, возникающих при интенсивных физических нагрузках. Стимулирует регенерацию поврежденных тканей. Использование гвоздики повышает настроение. Улучшает мыслительную деятельность. Применение сушеной гвоздики. Бутоны гвоздики добавляют в пищу. Делают из нее полезный отвар, который подают вместо чая. А еще эти сухие веточки просто жуют. Таким образом, использовали пряность с древних времен в Китае и Индии. Всего несколько минут пережевывания двух бутончиков гвоздичного дерева помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Если жевать гвоздику, то можно. Уменьшить боли в горле при начинающейся ангине, укрепить десны, восстановить слизистую при стоматите, ослабить интенсивность зубной боли, повысить артериальное давление при стойкой гипотонии, действие аналогично влиянию кофеина. Чтобы стимулировать выработку пищеварительных ферментов, за четверть часа до еды следует разжевывать два бутона с чайной ложкой жидкого меда. Уменьшить головную боль и активировать мышление, улучшить работоспособность, регулировать уровень сахара в крови. Содержащийся в почках эвгенол стимулирует выработку инсулина. Защитить клетки печени от влияния вредных ядовитых веществ. Уменьшить вероятность образования злокачественных опухолей и прогрессирования уже имеющихся новообразований. Оказать помощь в стимулировании обмена веществ, в особенности обмена жиров, а значит способствовать похудению. Снизить интенсивность респираторных проявлений, улучшить выделение мокроты и ускорить выздоровление при пневмонии и бронхите. Стимулировать регенерацию кожи, остановить выпадение волос. Улучшить реологические свойства крови, уменьшить вязкость и сократить возможность образования внутрисосудистых тромбов. Жевать гвоздику можно каждый день, но эффективно действовать будут только такие бутоны, которые содержат высокую концентрацию эфирных масел. Чтобы проверить, не потеряли ли почки эфирное масло, их надо поместить в воду. Высушенные будут плавать на поверхности горизонтально. Это значит, что они не принесут ожидаемой пользы. Те, в которых сохранилось достаточно эфирного масла, будут располагаться в воде вертикально. Правильно использовать гвоздику – это интенсивно жевать пару сухих бутонов в течение 10 минут, потом проглотить их или выплюнуть. Напишите в комментариях, как вы используете гвоздику. Какие еще пряности можно жевать? В полости рта находится множество чувствительных рецепторов и очень обильное кровоснабжение. Именно поэтому для достижения скорейшего эффекта, повышения активности действующих веществ, некоторые растения рекомендуют пережевывать. Так удается добиться хорошего эффекта не только в полости рта, но и во всем организме. Раз уж заговорили про разжевывание, то и таблетки, чтобы они подействовали быстро, врачи рекомендуют разжевывать, либо класть под язык. Еще один секрет нашего организма. С нижней стороны языка находятся крупные сосуды, попадая в которые активные полезные вещества быстро разносятся по всему телу и попадают в нужный орган намного раньше, чем если бы начинали свой путь из желудка. Вернемся к пряностям, которые можно и нужно жевать. Про гвоздику уже все рассказали. Это действительно первое средство при зубной боли, стоматите и танзелите, ангине и ларингите. Листья свежей мяты – это источник антиоксидантов и спазмолитиков. Жевать свежие листья мяты рекомендуется при проблемах в кишечнике, хронических инфекционных заболеваниях. Листья мяты снимают тошноту, возникающую при укачивании или после проведения курса химиотерапии. Мята стимулирует память, помогает справиться с головной болью. Сырые семена укропа. Эти плоды травянистого пряного растения способны помочь при проблемах с пищеварением. Они успокаивают нервную систему, помогают быстрее заснуть, способствуют укреплению костей и суставов, повышают защитные силы иммунитета. В день возможно употреблять столовую ложку укропных семян. Корешок петрушки помогает нейтрализовать запахи изо рта, витаминизирует организм, снижает риск развития онкологии и хронического воспаления, улучшает деятельность сердца, позволяет сократить количество соли в рационе. Привкус петрушки во рту дает оригинальный оттенок блюдам, что позволяет их практически не солить. Лавровый лист содержит эфирные полезные масла и минералы. Если жевать каждый день в течение 10 минут несколько лавровых листьев, то можно значительно быстрее поправиться от ОРВИ, перестать кашлять и избавиться от боли в горле. Лавровый лист успокаивает нервную систему, снимает повышенную раздражительность, способствует хорошему сну. Лавр стимулирует обмен веществ, регулирует концентрацию сахара и холестерина в крови. Жевать лавровые листья надо осторожно. Сначала измельчить их зубами, потом медленно пережевывать и обязательно выплюнуть. Глотать не надо, частички могут прилипнуть в глотке и вызвать удушье. Кориандр – это семена растения, которые называют кинзой. Они помогают избавиться от тошноты, возможно, применение при токсикозе беременности. Кориандр уменьшает сухость в горле. Он утоляет жажду, помогает справиться с сердцебиением, обладая противопаразитарной активностью, способствует изгнанию глистов. Его можно пожевать, чтобы нейтрализовать кислотность в желудке и избавиться от изжоги. В каждом случае не следует забывать, что у всех растений есть противопоказания к использованию, поэтому перед их употреблением следует посоветоваться с лечащим врачом.